Возвращаемся опять к хозяйственной деятельности. Почему не чистят улицу Весенина? По ней не пройти, не проехать, Вахитова спрашивать. Ну вот на самом деле там проблемы есть, вот она буквально недавно звонила. Почему-то отчитывается служба, что вычистили. Но там на самом деле другая проблема, она хочет немножко другого. Она улица Весенина, там что-то порядка 6 домов, вы ее представляете на улице Весенина. Ну да, ну и там 8 домов, по-моему, и из 8 домов 6 школьников, которые ходят по этим нечищенным дорогам. По крайней мере у меня такая информация. Но то, что там 8 домов, да. Ну там Вахитова хочет немножко другого. Я понимаю, у нее там действительно есть проблемы, связанные со здоровьем ребенка. Вообще было желание, конечно, чтобы у нее было желание, чтобы эта улица попала в программу капитального ремонта, чтобы там положили асфальтирование. Она в грунтовом исполнении. Она в грунтовом исполнении, что говорить. И понятно, что у нас на грунтовом исполнении, то в летний период или там во время дождей возникает много вопросов у самих жителей этой улицы, и они, конечно, недовольны. Плюсом тут еще, конечно, надо понимать, что эта улица чистится в последнюю очередь. Что в первую очередь чистится? В первую очередь чистится. Маршруты остановочные. Ну, конечно, автобусные маршруты. Центр центральная. До этой улицы у нее третья очередь чистится. И последняя очередь. Последняя очередь. Поэтому, конечно, получается так, что так оперативно она не чистится. Но сегодняшняя она почищена. Могу сказать, что ее там в январе чистится два раза. Мало, наверное. Хотя центральная улица чистится гораздо чаще. Но ведь вынуждены, конечно, приодеться расставлять, исходя из... Загрузки, транспортные загрузки, исходя из пассажиропотока. Ну, невозможно не чистить улицу Юбилейную, да? И в первую очередь поехать на улицу Есенина. Ну, к сожалению, ну вот так оно и есть. Хотя она включена муниципальный. Муниципальный реестр та улица, она существует. Закреплена за горком хозом. Ну, если бы... Ну, да, должны доехать. Что, Сейсов Каналович? Везде люди так-то с другой стороны. Ну, то есть, в последнюю очередь, ну, вычистить. Вот, я думаю, да? Ну, в третью, скажем так. В третью. В первую очередь у нас... В четвертую, получается. В четвертую, наверное. В четвертую. Я вот сегодня специально проехал, вообще проехал по всему городскому округу, за исключением сельских населенных пунктов. То есть, в фабрику заехал, в СМЗ заехал, в юго-западную, в южную, в район. Причем, не по центральным улицам, по которым я и так езжу и вижу, что там происходит. Я заехал во дворы, мне было интересно, как работает управляющая компания. Отчитываются, что они, что-то складно. Ну, за черту Садового кольца, скажем так, да? Ну, да, за черту Образа. За черту Садового кольца. Побывал и в вашем районе Пушкинской. Меня интересовало, в первую очередь, состояние дворовых проездов и, скажем так, крыльца... Дворовых территорий. Вход в подъезды. То есть, могу сказать, что я отметил для себя, что то, что касается дворовых проездов, там есть вопросы. Там есть вопросы. Наверное, хотелось бы лучше. Но я посмотрел, и машина стоит даже днем сегодня столько, что там не везде можно подъехать. А то, что касается входа в подъездах, ну, здесь я должен отметить, город однозначно, фабрика СМЗ почищена. То есть, управляющая компания по кому-то своему графику все-таки чистит. Здесь другой Станислав Канцинович момент. Здесь они чистят, вот мы уже говорили в сюжете позавчера, да, что они встают вместе, ЖКОшники, со всем городом. В то время как наша МОП, ЖКО, ЖКО, встают в 4 утра. Слышу, как в 4 утра начинает тарахтеть трактор по улицам. И это приятно отметить. А эти просыпаются вместе со всем городом. Народ выходит из подъездов и по засыпанным дворам идет на работу. Да, вот Игорь не даст соврать. В начале 10-го они начали чистить. Вот сейчас есть наш двор. На выходе, чтобы они тоже выходили в 4 утра. Ну, может быть, не в 4, но по крайней мере до того, как народ пошел на работу, это служба такая. Я хочу выходить из подъезда. За это деньги плачу и не встарать в сугроб. Я в сапожках, на каблучках, допустим, да. Ну, горкомхоз, конечно. Горкомхоз не может не выйти в 4 утра. Он, если не выйдет в 4 утра, он сразу получит подписание от ГИБД за не расчистку маршрутов. В первую же очередь выходит чистить маршруты, где идет общественный транспорт. И руководитель просто через 3 месяца не будет работать, если не будет им заниматься. А здесь видно, вот, посмотреть законодательство. Могут ли кто-то их за это, кроме самих жителей, ну, скажем так, заставить это делать? Понятно, что хотелось бы, чтобы выйти из... Я тоже так же, как и вы, выхожу из подъезда. Может быть, на пару часов раньше начинать работу в 6 утра и заканчивать на пару часов раньше? То есть, сдвинуть рабочий график. Я думаю, это разумно. Вот так было. По крайней мере, я жила в большом городе. Я очень хорошо помню, как я еще спала. Но вот эта вот метла дворника, вот у меня до сих пор и лопата вот в ушах. То есть, до того, как люди просыпались, город был уже чистым. Ну, вот такая ситуация. Ладно, зачем? Ну, то есть, проблема в том, что чистится ее, в принципе, когда вы сказали, что чистится, согласна. А проблема в том, что чистится поздно. Поздно, не с самого утра. Ну, по крайней мере, в период снегопадов. Ну, а что? Летом тоже там свои вопросы. Ну, мести, когда идешь, и тебе бывает такое, что, ну, останавливаешься, ждешь, пока он прометет, потому что пыль поднимается, и думаешь, ну, что же, голодать не хочу. И такие ситуации есть. А если бы они не промели улица до? Ну, замечательно. Я иду и благодарна в душе, и знаю, за что я заплатила. Вот так, как-то так. То есть, вот, горкомхоз мы в этом плане отвечаем в лучшую сторону? В лучшую сторону. В отличие от ДРСУ, но это не наша организация, в отличие от управляющих компаний. Согласен, не буду спорить, здесь у вас логика железная, действительно, вы правы, вы платите, вы хотите за это получить качественную услугу. Вовремя, самое главное. Значит, вопрос вот, который задают нередко, как вызвать электрика? Вот ситуация была, значит, с человеком, который назвалась Галина Ивановна, она говорит, пока я его искала, я могла бы, типа, сгореть. Закоротила что-то у нее там, не разбиралась, точно не знаю. И, по крайней мере, она говорит, я позвонила в диспетчерскую службу, ей дали там два сотовых, значит, пойди туда, не знаю, куда она позвонила, по одному не ответил, второй сказал, я выехал на фабрику, и к вам я не могу приехать, потому что я далеко, я тут занят работой. Вот пока я не нашла своего человека, хорошо, что она нашла. У меня был такой случай, когда у нас в студии, на самом деле, запахло этим паленым проводами. Мы испугались, но электрика я так и не нашла, пока я не вызвала там своего человека, и слава Богу, что он такой у меня нашелся. Вот, понимаете, как-то так. Так и есть, так и есть. Давайте я зачитаю вам инструкцию, которую вы дали из управляющей компании. Она, конечно, мне кажется, немножко отрукава. Ну, давайте послушаем. Давайте послушаем, а потом обсудим этот вопрос. При возникновении аварийных ситуаций на живом фонде по обслуживанию систем электроснабжения Собственники жилых помещений информируют о случившемся аварийно-диспетчерскую службу АДС по телефону 05 или 439-33. Диспетчер АДС фиксирует заявку в журнале сообщений и программе диспетчеризации с указанием даты, времени и адреса, причины, фамилии, имени, отчество заявителя и контактный номер телефона заявителя. Дальше. Диспетчер АДС по телефону в случае аварийной ситуации рекомендует заявителю до приезда аварийной бригады выключить в помещении БТВ электропилоры, освещение, по возможности обесточить сеть путем выключения автоматических включателей. Ну, грубо говоря, там, предохранители, да? В нерабочее время, выходные, праздничные дни, рабочие дни с 17.00 до 8.00 диспетчер АДС направляет по указанному адресу аварийную бригаду. Время прибытия не более одного часа с момента поступления жалобы в зависимости от места аварии. В рабочее время с 8.00 до 17.00 при поступлении заявки от диспетчера АДС на мастер, обслуживающий организацию ОГОР Энерго Плюс в течение часа высылает по указанному адресу ремонтную бригаду и в нормативный срок выполняются работы. Дальше. Первое. В случае, вовремя ситуации, один час. Второе. Предельные сроки устранения неисправности в случае выполнения текущего ремонта, там до недели. Ну, вот, вроде как, ну, как-то больше на инструкцию. Как-то, да, написали мне, я думаю, что это больше на инструкцию. Реально-то вот, ну, а другой-то не может. Как нам себя вести? Ну, надо звонить вовремя диспетчерскую услугу, заставлять их работать, раз у них такая инструкция. А куда еще позвонишь? Ну, соседу только прийти еще, которые понимают. У них после часа, это, конечно, не знаю, это загореть можно полностью, если закоротит или иска попадет, например, где-то, и там ребенок, или человек, который растерялся. Ну, предохранители-то можно выключить. Ну, предохранители, вот. Если уже загорело, надо вызывать эту. Ну, вот, я не сориентируюсь, мне больше позвонить 39-33, но, опять же, я боюсь, что... Не, ну, часа не буду ждать, зажги, зажги, загорить. Вот, в ЖКО почему-то нет, видимо, у них, согласно штатному расписанию, штатному расписанию не положен электрик. ЖКО отвечает, у нас электрика нет. Мы штатное расписание не регулируем. Нам бы проще, вот, конечно, в ЖКО в свое. И ЖКО быстрее бы отреагировало. Ну, почему-то... Там ведь договор заключен, наверное, с организацией на субподряде, если не Горэнерго Плюс. Наверняка, скорее всего, они за это платят. Горэнерго Плюс может быть им дешевле иметь комплексную бригаду, чем на каждом участке своего электрика. Тоже считаю, наверное, деньги. Но мы ведь не регулируем. Не штатное расписание, не количество работающих ЖКО. Это же все регулируется. Регулируется той суммой, которая, ну, скажем так, есть по факту. Ну, на сегодняшний день, значит, наш с вами резюме таково, что электрик сегодня у нас в городе в этом смысле в дефиците. Ну, на самом деле, я вам буду сказать следующее. Несколько лет назад мы резюмировали другое. То, что у нас никто не занимался ревизией электропроводки мест общего пользы. И часто... Это был серьезный вопрос. За последние годы мы сто процентов сделали ревизию электропроводки. А в некоторых домах, как юбилейная 4А, мы даже меняли ее. А через два года она снова такая же становилась. Но это место общего пользования. Мы, конечно, не заходим в каждую квартиру. Мы не можем зайти, это не наша вообще собственность. И туда еще не попадешь, даже захочешь, бывает, только с участковым. Поэтому такие... Даже делать там насчет только средств самого собственника можно, который там... Кто будет тратить общие деньги на какую-то там конкретную квартиру. Поэтому вот эта работа была проделана, на самом деле. Почему тогда Горэнерго Плюс нанимали? Потому что все-таки специалисты у них комплексной бригадой были лучше. И они прямо у них был план, они прямо поэтапно шли. Я помню, да, они даже... Это было где-то в начале моей работы, там, 8-9-10-й год, где было поэтапно, где дома были прописаны. Сейчас эта проблема в таком плане вот палово по местам общего пользования, она там более-менее наведена. Сейчас мы зашли как бы дальше по этой проблеме, да, действительно, внутренняя система надо регулировать, надо активно устранять аварию. Стареет. Ну, по крайней мере... Рекропроводка сейчас стареет, конечно. Дело в том, что видите... Приборы? Регрузка, да, сколько приборов у нас, компьютеры. Кофеварки. Кофеварки, кофемолки, все что-то. Там вообще, в принципе, загорелось под потолочным перекрытием. Проводка в туалете начала возгорание. Не пошло дальше. Заискрило там, запахло. Человек-то, который живет в этой квартире, он почувствовал, что что-то неладное, он не мог определить, пока там сверху искры не пошли сквозь, не знаю, там, подвесной потолок, и что там панель какая-то была прибита. Ну, слава Богу, хоть так обошлось. Что касается доходов бюджета, они у нас выросли на 8% в пределах инфляции. Инфляция 12 была, да, и у нас на 8, это немножко. То есть, если перевести без инфляции, то немножко стали меньше. Минус 4. Минус 4, ну вот где-то жили по доходам в рамках тех цифр, которые были в 2014 году. Но при этом мы же понимаем, что дорожала вся внутренняя подоплека, дорожала и коммуналка, которая младит наши муниципальные предприятия, и зарплата у бюджетников поднималась, надо отдать должное, поднималась. Не у чиновников, а у работников, связанных с указами президента. Это в первую очередь, или держалось на том уровне, это, в первую очередь, педагоги, медицина, культура, и культура, ее держали на том уровне, если не повышали. Поэтому надо говорить о том, что, ну, здесь вот такая ситуация. Расходы бюджета у нас составили на 9% больше, но на 8% выросли, на 9% больше, в примерах, так вот оно и есть. Вот тут есть цифры следующие. Численность безработных увеличилась. Было 312, стало 473. То есть это говорит о том, что рынок напряженности всегда существует. Люди, которые стоят в центре зайтости, их стало больше на 51%. Ну, пошла оптимизация. Количество вакансий уменьшилось. Было 109 на 1 января 14, на 1 января 15, на 1 января 16, там осталось 129 человек. Мест? Ну, это единица. Число вакансий? Число вакансий, да. Ну, будем говорить, человек, да, конечно, место. Уровень безработицы вырос. Был 1 на 1, стал 1,7. Среднеемесячная заработная плата выросла, стало 27 092 рубля и 9 копеек. Это с 25 она поднялась. С 25 907. Так. На 4,6%. Можно говорить, что в причинах инфляции зарплата стала меньше. Средний уровень выплаты пенсий тоже вырос на 8,1%. Стала пенсия средняя 11 919. Была 11 021. Но если перевести инфляцию, опять-таки тоже показатель вот такой. А вот средний душевой доход на жителя у нас вырос на 4%. Ну, тоже это вот в целом берется, когда вся категория. Ну, что я. А вот, скажем так, венчина прожиточного минимума у нас выросла гораздо больше. Она выросла у нас на 22,2%. Теперь сегодня прожиточный минимум минимальный 11 347, а был 9 285. Почему прожиточный минимум растет? Потому что я назвал вещей, все дорожает. И человеку, чтобы выжить, нужно уже больше денег. И учитывая, что... То есть, опять-таки цифры, я вот людям говорю, зарплата настолько растет, прожиточный минимум растет настолько. Хорошо это или плохо? Плохо. Ну, что же мы же взрослые люди. Непростой год. Непростой. Все это тянет с собой определенные моменты. Задолженность ЖКХ, наша любимая тема, выросла. Если просроченная задолженность на 1 января 2015 года была 41 миллион 800 тысяч рублей, то на 1 января 2016 года стала 45 миллионов 860 тысяч рублей. Она выросла почти на 9%. 9,7%. Как бы мы ни говорили, задолженность растет. Но есть объективные причины. Денег меньше у людей, тяжелее. Но при этом собираемость у нас высокая. 90, почти 8,5%. 98,7%. Надо дать жителям должное. В принципе, сухозок. За жилищные коммунальные услуги платят более-менее нормально. В разрезе Свердловской области мы одни из лидеров. Но все равно мы констатируем факт. Представляете, сейчас бы 40 миллионов, 5 было бы, не было этой задолженности. Управляющая компания, она ведь причем не должна сегодня, вот скажем так, столько много тем же коммунальщикам. Она с ними все равно старается рассчитывать. Это работы, которые она не сделала по содержанию домовых территорий. Понимаете? Благоустройство. Благоустройство. Это вот деньги, которые в первую очередь и там находятся. Конечно, там есть и задолженность перед нашими монстрами, такие как в жилком сервисе, в игруком сети. Что еще интересно, какие цифры? Рождаемость. Рождаемость увеличилась на 4,8%. Было в 2015 году 657 рождаемость человек, а в 2014 627. Вроде бы хорошо. Да, Вик? Да, но опять увеличилась смертность. Ну, вы, конечно, знаете. А смертность выросла на 7,8%. То есть рождаемость стала больше, а смертность еще превышает. Смертность умерла 736, в итоге минус 79. Сухонок получил демографию, минус 79 человек. А в 2014 году родилось 683, а там 736 в этом году. Но демография была минус 56. То есть, несмотря на то, что родилось больше, умерло еще больше. И мы получили еще более отрицательный ответ по нашей демографии. Браков стало больше. 374. Ой, меньше прошу. 374 было 383 в 2014. Браки уменьшились. Но при этом разводов стало меньше, что радует. Стало 289 разводов, а было 259. Разводов уменьшилось почти на 20%. Браков уменьшилось на 3%, а разводов на 20. Тоже такие цифры. Их надо тоже так совместно сравнивать. Раз не разводятся, значит уже хорошо. Все равно неплохой показатель. Неплохой. Жилья мы ввели 95,2 по отношению к периоду прошлого. Ну, это ИЖС, наверное. Да, у нас в ИЖС. Ну, там было в 2014 году 16400, в этом году 15600, прошу прощения. Все равно. Оборот родичной торговли упал на 0,2%. Это говорит о том, что люди стали меньше ходить в магазины. Продукты питания, если оно потребительское магазин у покупает, что-то не стали покупать какие-то другие вещи. На чем-то экономят, да. Оборот общественного питания упал на 11%. Ну, тоже объяснимо. А индекс потребительских цен вырос на 122,2. Ну, мы уже говорили, что ветчина практически минимум выросла. Туда входит и потребительская корзина, и все. Поэтому, на самом деле, цифры вот такие. Они неоднозначные. Сказать, что они провальные, нельзя. Сказать, что они нас устраивают, тоже нельзя. Ну, если там погде экономика, там, туда можно как-то там еще соотносить к каким-то вещам. Ну, вот у нас рождаемость минусовая, тоже вот она не очень хорошо. Но разводов меньше. Поэтому вот такая вот у нас макроэкономическая ситуация на территории городского округа. Каждый делает свои выводы. Я считаю ситуацию... Но были года и хуже. Поверьте. Были намного хуже года. Ну, 90-е, наверное. Ну, когда у нас после них... Когда у нас выходили кризисы... Минус 780 человек, 900 человек. Но это было хуже гораздо, да. Когда падали там объемы на порядок. Поэтому здесь, я считаю, что в принципе, надо должное промышленное предприятие. Но сработали, наверное, как могли. Как могли. Где-то, если они могли получше, дай бог, чтобы это у них получилось в 2016 году. О бюджетах. Бюджет у нас был принят такой умеренно консервативный. Я об этом не раз говорил, что мы принимаем бюджет по доходам, исходя из той ситуации, которую мы видим на начало года. Мы его не раздували. Мы не рисовали доходы, которые невыполнимые. По собственным доходам у нас исполнение бюджета составило 101,1%. То есть мы его выполнили на 1,1% больше. Область нам давала от планированных цифр на 1% меньше. То есть у нас исполнение бюджета в итоге составило 100% и 1,1%. Бюджет от планового. Можно сказать, что все, что мы планировали, мы все собрали. Даже при тех показателях, которые существуют по промышленным предприятиям. По промышленным предприятиям агропромышленного сектора. То есть мы понимали эту ситуацию в начале года. Поэтому мы, в принципе, я это не скрываю, у нас собственных доходов всего лишь 37,5%. Остальные это субсидии, дотации, которые нам дают. Поэтому мы исполняем. Бюджет 2016 года, он такой же умеренно консервативный. Мы его принимаем из той ситуации, которая есть. Он не сильно отличается от бюджета 2015 года. Он не сильно, скажем так, в цифрах идет в плюсовую или минусовую сторону. Он такой же почти что. Поэтому, когда люди говорят, как мы будем жить в рамках бюджетирования, я вам могу сказать, как жили вы в 2015 году, так и будем жить. Для вас, скорее всего, это будет не очень заметно. Какие-то вещи, наверное, мы будем делать в меньшей дороге. Их надо просто глобально делать. Но есть программы, в которых мы участвуем. Но давайте, какие основные программы будут? Ну, еще раз. Программа капитального ремонта же она будет? Она будет. Куда? 20 от нее, да. Там почти 60 миллионов будет вложено под капитальный ремонт на территории городского округа Сухого. 100% улицы Белинского. Там 35 миллионов область дала. А для чем-то наши, да? Около двух наших. Наши там будут 2 700 на сегодняшний день. 1 800 и плюс стройнадзор. Область не взяла на себя стройнадзор, сказала, это ваша функция. Нам еще на 800 тысяч надо дополнить на стройнадзор, чтобы для того, чтобы курировать этот процесс. У нас специализированными организациями, а не как специалистами. Мы об этом много говорим, о том, что у нас специалисты Умазену не являются специалистами. У них нет лаборатории, они не могут посмотреть, где-то там анализы взять с точки зрения вырезки и прочее. Поэтому вот на дорогу Белинского у нас будет 800 тысяч, где мы будем прилегать специальную организацию, для того, чтобы она контролировала качество выполняемых работ. Потому что потратить 35 миллионов рублей и выполнить некачественно, чтобы через 3 года она развалилась, но это неправильно. Но это неправильно, неправильно. Лучше потратить 2700 или сколько там? Ну, 2800 наше софинансирование к 24, а 800 это вот контроль. Я надеюсь, что наконец-то нам дадут на газификацию. Есть все шансы газификации у поселка Годины. Там 11 миллионов получим. Я надеюсь, что я об этом горел ранее, что нам удастся еще попасть в программу энергосбережения по уличному освещению. Но не получится, значит, документы все равно готовим. Я знаю, что мы на второе полугодие планируем с области взять миллионов 30-40 на начало третьего этапа строительства водовода в рамках 16-18 года. Нам миллионов 100 удача. Я уговариваю область. Ну, вот эти 6,5 километров. Да, там около 7. 6,5-7 километров там сейчас уточняют. Проект уже выполнен. Он находится сейчас в госэкспертизе. Мы к концу февраля получим уже проект со стоимостью работ. У нас есть все основания в втором полугодии области просить деньги на эти работы. Раньше не получалось по ряду причин. Ну, во-первых, я вхожу в согласительные комиссии и нам обещали по итогам первого полугодия в программах рамки реформирования жилищно-коммунального хозяйства от экономных средств на областном уровне что-то дабыть. Я готов на 25 миллионов, 25 миллионов, 30, 30, 100, 100. Ну, сколько тут, да. Я говорил с министром, я торгуюсь таким образом, Николай Борисович, при всем уважении к вам, что контракт будет переходящий на 17-й год, на всю сумму. И я войду в программу, с которой мне уже не выскочить будет и вам придется, раз вы найдете всю сумму в 16-м году, вам придется предусматривать 17-м году остатки. И вот такая позиция моя устраивает, потому что я не могу потом снова проводить торги на оставшуюся часть. У меня проект на все 7,5 километров, только исполнение контракта будет в 16-17-й, а сумма может быть разбита. Я не буду торговаться вот таким образом, это неправильно. Министр согласен, я говорю, ну что мы, давайте уж как-то... Тоже варианты, не плохой. Он говорит, нормально, давайте так идите. Поэтому я планирую. Мы сегодня на 17-й год, ну, я не буду говорить про перспективу остальную, про строительство школы и все остальное, потому что там еще такая программа френдерилка. Скажем, будущее, ну, завтрашний день, послезавтрашний. Ну, у нас стоит в программе согласованность Министерства образования, запуск школы на 1000 мест в 19-м году. То есть начало строительства ее в 18-м. В 18-м году на следующем году будем искать деньги на браке. В 18-м году открывать не совсем удобно, ну, как-то там классно расформировалось, что-то. И получается, что вот такая ситуация. Поэтому мы будем жить так же. Где мы еще будем... Ну, время покажет. Еще не все отыграны. А, да, мы еще в этом году... У нас есть большое, скажем так, желание построить школьный стадион в селе Кури. И стоимость этого стадиона будет 17 миллионов рублей за счет областного бюджета там. Наши миллион на 700 область, мы подали заявку. У нас есть и шансы попасть. Мы в этом году отделение детского дома, которое передают муниципальную собственность в селе Кури, заявились и открыть должны до 1 сентября. Там почти есть миллион стоимость работы, причем 4 миллиона, это почти 4,5 из местного бюджета. Мы должны там открыть 200 школьных мест 1 сентября для того, чтобы Курининская школа начала работать. Начальное звено. В одну смену. Ну, начальное звено. То есть так-то работает действительно много, на самом деле. И вот эти вот мелочи... Мы немножко развиваемся. Да, они будут сформировать общефон. Не развитие, но развиваемся. Они будут сформировать общефон. Мы будем жить по бюджетированию так же в 15-м году. Насколько люди почувствовали, что мы живем хуже. То 16-й год будет такой же. Кто не почувствовал, кто-то не почувствовал. Главное, чтобы наши предприятия в рамках... Бюджетирование, понятно, в рамках вот этих вот цифр, там, падения, реализации. Лишь бы у них ситуация не ухудшалась. Лишь бы они удержались на тех цифрах, которые получили по итогам 15-го года. И, как показывает практика, эти цифры нам достаточно для того, чтобы жить вот так вот, как мы живем. Потому что если будет дальше падение, то там уже вопрос встает, ну, следующий. Тогда придется что-то урезать. Но пока мы принимаем в рамках того, что мы видим. Так, как есть. А почему-то получаете свое развитие вопрос строительства детского сада в Знаменке? Что-то вот я упустила. Ну да, он не получает своего развития. Вопрос такой, уже с бородой. Не буду сейчас ничего говорить. Люди, которые... Пока заморожены все. Программы нет, в которых заявляют. Да, за свои средства нам, конечно, это не потянули. До 90 миллионов? Да. Нет, у нас таких средств нет. Мы можем найти какие-то деньги, но не 90 миллионов рублей. То есть программы нет такой, пока, воплосной. Ну, мы еще и проекты до конца не сделали. Они делали ему тоже здесь хитримше. 3 миллиона надо потратить на проект для того, чтобы отдать подрядную организацию, которая выполнит проект. А если ты миллиона потратил, а не знаешь, какую программу заявиться, тогда какой смысл этого проекта? Он через 3 года морально устареет, он будет переделывать снова миллион надо будет. Поэтому я тоже тут как бы не тороплю события. Хотя, если бы мне сказали, что в 2017 году, в 2018 году будет какая-то программа, ты готов проектно-смертную документацию, Станислав Константин, в рамках, ищи деньги. Тогда я побегу вперед паровоза со своими исполнителями и буду понимать, что надо делать. А сегодня, ну раз нет понимания, мне говорят, ты делай, там дальше будем смотреть, но это не подход. Я знаю, что если я сделаю, а дальше я потом с этим проектом буду, как с красной тряпкой, бегать по правительству. Нет, неправильно. Поверьте, мы 3 миллиона идем, куда потратить. У нас куча вопросов, которые нужно решить. Поэтому вот эта ситуация. То, что касается там, ну вот, я слышу там отношения к чиновникам, бюджетникам, оно тоже неоднозначное. Я могу сказать, что вот все, что касается администрации городского, как бы это ни было печально, так оно и есть. Мы живем в рамках зарплат, которые были в 2013 году. То есть у нас не было понятия зарплаты в 2014 году, не было понятия зарплаты, индексации зарплаты в 2015 году. Работников администрации нет индексации зарплаты на 2016 год. Я не говорю там... Ну, в принципе, она и нигде не повышалась особо-то. Она у нас в первую очередь беспокоит специалистов нижнего и среднего замена, у которых она небольшая, что там специалист первой категории, там 15 тысяч максимум, что он может получить. И тот, там, имея определенный выслугу. Поэтому это все миф о том, что там большие зарплаты, жируют, не знают, куда деньги деть. Тем более сейчас идет реформа, вы все знаете, по муниципальным служащим, в том числе завтра будет. Нас к этому приравняют, уже приравнивают. Что у нас и пенсионный возраст, у женщин... Ну ладно, мужчины 5 лет поднимают, а у женщины 10 лет будет. Поэтому мы в такой ситуации, как и вся страна. Мы в такой ситуации, как и вся страна. И поэтому мы не, наверное, то звено, где можно винить... Конечно, нам надо задавать вопросы. Нас нужно критиковать, нас нужно заставлять работать. Это нормально, это диалог. Но мы, наверное, не то звено, которое, скажем так, портит всю картину. Наверное, все-таки есть какие-то другие, более глобальные вещи, которые влияют на эти процессы. Поэтому я думаю, что это госкорпорации. До сих пор, что мы об этом... Что скрывать? Ну, монополизм этот, конечно. Есть проблемы там с их заработной платами, с их вечеринками, с их новогодними праздниками. Но ведь это есть, есть. Ну да. Поэтому, если там идет порядок, я думаю, там тоже получим большую экономию для бюджета Российской Федерации. И вообще, конечно, Сухой Лог, город, который в трудные времена, гораздо трудные времена, ну, жил более достойно, чем там многие города Свердловской области. Я уверен, что потенциал нашего города там такой остается. Несмотря на то, что и собственных доходов у нас сейчас немного, но все равно мы являемся крепким городом. Поэтому расстраиваться не надо. Надо работать, решать совместные проблемы. Правильно сказано, экономить. Как эффективно использовать каждый рубль, особенно бюджетный рубль, потому что других денег не было и не будет. А если потратить деньги неэффективно, ну, наверное, это будет как минимум неправильно, а как максимум это может быть различными делами, в том числе и уголовными. Ну, да, расцениваться как преступление, в принципе, поспит народа. Ну, вообще я доволен, я вообще доволен с жителями города в плане того, что они понимают эту ситуацию многие. Мы же общаемся, мы же, ну, скажем так, пытаемся держать диалог и видеть обратную связь. Конечно, есть недовольные. Конечно, есть недовольные. Ну, кто будет доволен, когда дорожает коммунальная жизнь? Жизнь вообще. Жизнь дорожает. В целом, скажем так, тем более, да, и коммунальная частность. Любой человек, конечно, недоволен. По субъектам малого предпринимательства, вот сейчас это новая кадастровая стоимость. Ну, кто будет доволен, когда там в разы выросла стоимость кадастровой земли для предприятий, которые держат автостоянки? Ну, что это такое? В 10 раз стала больше стоимость, или там в 5. То есть налог появился. То есть тоже неправильно. Вот в этой ситуации, я считаю, надо, не надо повышать. Надо оставить хотя бы на том уровне, который есть. Вот нам удалось собрать с них эти деньги? Не надо им повышать. Понижать-то тоже нельзя особо не получается. А повышать-то, наверное, совсем неправильно. Спасибо, Станислав Константинович. Мы сегодня с вами очень продуктивно. Видно, что сразу, что мы давно не встречались, да. Вот, проговорили немножечко больше, чем планировали. Но, тем не менее, я думаю, что наши телезрители получили довольно полную картину по жизни нашего города, по социальным проблемам. И вообще по тому, как мы прошили, и как нам предстоит еще прожить. Ну, конечно, самое-то главное, да, понимание и вот этот диалог, который мы ведем, он, в принципе, служит и на общее благо. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok